Кто-нибудь когда-нибудь нанимал частных детективов? Что интересного им удалось нарыть? Я частный детектив. Работаю на территории трех стран, включая штаты. Самое сложное дело, когда мать решила увезти своих детей без ведома отца. Родители постоянно ссорились, и мать решила, что лучшим выходом будет увезти детей в Мексику. Отец был в бешенстве от того, что власти обеих стран не собирались ничего предпринимать, и обратился ко мне. Он не мог просто поехать в Мексику и выкрасть своих детей у их матери. Ведь если бы мексиканская полиция его схватила, он бы оставался в тюрьме до завершения судебных разбирательств. А его жена была знакома с одним высокопоставленным чиновником, который мог сделать так, чтобы ему не поздоровилось. Он был уверен, что она уехала к старому другу, который жил в крупном мексиканском городе в трех часах езды от границы с Техасом. Как сейчас помню, как горько он плакал. Я даже думал о том, чтобы не брать с него денег за дело. Он хотел, чтобы я выполнил две задачи. Доказал неверность его жены и забрал у нее детей, используя доказательства измен для ее шантажа, если до этого дойдет. Целую неделю я собирал информацию об этой женщине и ее мужа. На первый взгляд оба казались порядочными и трудолюбивыми людьми. Они жили в большом доме, получали хорошие зарплаты, не жалели денег на воспитание детей. Я все же решил поискать, не было ли в их семье скелета в шкафу. Выяснилось, что мой клиент был настоящим тираном в семье, его жене нередко доставалось от него. В последний раз она даже сломала голень и оказалась в больнице. У меня пропало желание заниматься этим делом. Я все же поехал в город, где поселилась его жена, нашел ее буквально на второй день. Две маленькие дочурки казались очень счастливыми, бегали и прыгали. Женщина немного прихрамывала на ту самую ногу, которую он сломал. Три дня я следил за ними и три дня размышлял о том, что я должен сделать. На четвертый день я принял решение. Я пошел к адвокату, который жил в этом городе, это был коллега моего друга. Я заплатил ему 1400 долларов для того, чтобы он сообщил ей, что она должна заняться правовой стороной своих семейных дел и подать на развод, потому что ее муж не оставит ее в покое. После этого я отправился к ее мужу и сообщил ему, что я отказываюсь от дела, потому что не могу допустить того, к чему это может привести. Он очень рассердился, даже впал в бешенство. Это лишь укрепило меня в своих намерениях. Я сказал ему, что если он попытается надавить на меня, то я предложу свои услуги его жене и даже не возьму с нее денег. Прошло уже несколько лет. Насколько я знаю, она в порядке и все еще живет в Мексике, получила развод и полную опеку над детьми. Она все еще прихрамывает. Все говорят, что лучше не вмешиваться в чужие дела, и я почти всегда согласен с этим утверждением, но в редких случаях не вмешаться просто нельзя. Самому нанимать частных детективов не приходилось, но мой нынешний тесть нанял одного, когда я начал встречаться с его дочерью. Я работал в порту и когда проходил через пункт контроля, предупредил охрану, что за мной едет странный тип. Вскоре подъехал детектив и сразу оказался под пристальным контролем охранников, ему велели выйти из машины. Вроде его тогда даже арестовали. Я смеялся до упаду, но в целом ситуация была не из простых. Нам удалось выяснить, что водитель, которая ударилась в меня, не только съехала на мою полосу, где я спокойно ехала на квадроцикле, она еще и по телефону в это время говорила и смотрела в сторону пассажирского сидения. У нее не было страховки, она уже была лишена прав судом из-за того, что стала виновником аварии. После того, как она ударилась в мой квадроцикл под углом 90 градусов, она проехала еще 20 метров, пока не остановилась. Тормозной путь машины был похож на вспаханное поле. Детектив нашел доказательства того, что она ехала со скоростью 55 километров в час при разрешенных 40, а после удара она даже не нажимала на тормоз. После того, как ее машина остановилась, она выпрыгнула из нее и убежала, но была поймана случайными прохожими, которые стали свидетелями аварии, и они привели ее назад. Мою подругу, которая сидела за мной на квадроцикле, увезли на машине скорой помощи. Лица женщины я так и не видела. Автоинспектор записал в своем отчете, что я была за рулем легкового автомобиля, хотя это был мотовездеход, и выехала перед машиной женщины, хотя было очевидно, что это не так. Он начал допрашивать меня, когда я лежала на земле, ожидая прибытия скорой помощи. Я была шокирована, когда он несколько раз с разной формулировкой задал мне вопрос, вы сегодня употребляли спиртные напитки или какие-либо запрещенные вещества? В конце концов, люди попросили его подождать, пока приедет кто-нибудь из моих родственников. В больнице он продолжил свой допрос, как только мои родители ненадолго отошли. Медсестра вынуждена была попросить его прекратить это, так как они в это время осматривали мою шею, и на тот момент они еще не успели мне вколоть обезболивающее. Меня признали виновной в аварии, хотя двое свидетелей дали показания против той женщины перед автоинспектором, а позже выступили в суде. Автоинспекция обязала меня возместить женщине ущерб за ее автомобиль. Кроме того, мне приходилось вносить большие суммы за страховку в течение еще пяти лет. Детектив выяснил, что автоинспектор и женщина были знакомы, их семьи дружили много лет. Расследование заняло несколько месяцев, и все это время я боролась с чувством вины за произошедшее, считая, что я была виновата во всем, так как не помнила деталей самой аварии. Подруга серьезно повредила ногу, ее оперировали несколько раз за последующие пять лет. Сама она из Техаса, у нас была в гостях. Ее пришлось увезти домой на вертолете, что стоило ее родителям огромных денег. Через три года моим родителям удалось довести дело до Верховного суда. Когда мы наконец встретились с судьей, он сказал, что дело будет решено в мою пользу, и с меня снимут все штрафы, только если автоинспектор изменит свои показания. Когда мы пошли в автоинспекцию, чтобы встретиться с ним, нам сказали, что его уже уволили за неправомерные действия, и что его слова ничего не стоят. Его продажность очень дорого нам обошлась. На нашу семью легло тяжелое финансовое бремя, которое позже стало одной из причин их развода. Тем не менее, если бы мы не наняли частного детектива, мы бы до сих пор думали, что это все была моя вина. Я очень рада, что это на самом деле не так. Моя жена как-то раз обратилась к частному детективу. В итоге она выяснила, что впустую потратила деньги, а моя жизнь намного скучнее, чем она думала. Изменено. Даже не думал, что кого-то заинтересует моя история. Мы с ней принадлежим к разным мирам, ценности и обычаи наших семей были совершенно разные. Она латиноамериканка, родилась за рубежом. Я белый деревенский парень из Апалачских гор. На раннем этапе наших отношений мы оба устраивали друг другу сцены ревности, просто потому что не понимали друг друга. Спустя какое-то время, когда я устал от жизни в постоянной тревоге, я сказал ей, что если она решит, что хочет быть с другим мужчиной, пусть просто скажет мне об этом. Пусть просто скажет, и я не стану ей препятствовать. Я чувствовал, что у меня после этого гора спала с плеч, а она стала подозревать меня в неверности еще сильнее. Я обычно ухожу с работы в 7 утра, у меня после этого нет никаких дел, почти все магазины и прочие заведения открываются как минимум на 2 часа позже, так что обычно я иду в спортзал. Она же работала с раннего утра в первую смену, и по утрам мы практически не виделись. Должно быть, ей не давало покоя то, что она не знает, чем я занят в промежутке между выходом с работы и возвращением домой. Она наняла частного детектива, чтобы следить за мной, и он был очень непрофессионален. Он следовал за мной, когда я выходил с работы, шел в зал, заходил куда-нибудь позавтракать, шел в видеопрокат или в зоомагазин, у нас были птички и рыбки. По утрам все эти заведения практически пустые. Повторюсь, я веду очень скучный образ жизни. В общем, несколько дней спустя я вышел из зала и заметил, что за мной идет какой-то незнакомец. Зашел в ресторан и обнаружил там того же мужчину, которого встретил возле зала. Это показалось мне странным. Я поел и пошел в салон видеопроката, и он пришел туда же. Я стал подозревать что-то неладное. На следующий день в спортзале я указал другу на незнакомца и сказал, что он везде ходит за мной. Друг согласился с тем, что это очень странно. Когда я закончил упражняться, я сказал другу, что ухожу и что я пойду в один зоомагазин. Я попросил его проследить за тем мужчиной, если он выйдет сразу после меня пойти в тот самый магазин. Именно так все и произошло. Я вошел в магазин, пару минут спустя вошел тот мужчина, а еще через минуту пришел мой друг. В итоге мы прижали его к стенке, я спросил его, почему он ходит за мной, и он ответил, что это его работа и что он ничего такого не видел. Мы отпустили его, но велели больше не появляться в зале. Я пришел домой, позвонил жене и сказал, что она наняла самого глупого человека на земле, и что лучше ей перестать тратить деньги впустую. Она спросила, о чем это ты? Я ответил, что она должна задать этот вопрос своему детективу, ведь она платит деньги ему, а не мне. Вскоре ее ревность угасла. Причиной этого стали не только результаты расследования ее сыщика, но и довольно умная фраза, которую я произнес. Я сказал, если бы у меня на самом деле было столько женщин, как тебе кажется, разве я не казался бы намного счастливее? С этим нельзя было не согласиться. Если кто-то надеялся на другой конец истории, простите за то, что я вас разочаровал. После этого прошло лет 25, мы с ней все еще вместе, и все у нас замечательно. Должно быть, поначалу она просто не верила, что связалась с человеком настолько скучным, как я. Я работаю юристом. Один симулянт подал иск на своего работодателя, заявив, что больше не может работать из-за травмы, полученной на работе. Травмы шеи, спины и прочее. Хотел отсудить кучу бабла. Мы наняли частного детектива, чтобы следить за ним и выяснить, насколько верны утверждения истца о том, что он теперь не дееспособен. Неделю спустя частный детектив вернулся в наш офис. Вытащил видеокассету. На видео истец пьет пиво, взбирается на каменный выступ, чтобы нырнуть в воду с моста. Плавает, как ни в чем не бывало. Целует девушку, но это точно не его жена. И все снова по кругу. До судебная встреча. Истец все еще настаивает на огромной компенсации. Мы вытаскиваем видео и показываем его на большом экране. Спустя 30 секунд дело было решено. Лол. Частный детектив взял с нас немало денег, но это того стоило. Наконец-то и мне есть о чем рассказать. Когда мне было 10 лет, мои родители разошлись. За этим последовал скандальный развод. В какой-то момент папа решил нанять частного детектива, чтобы он следил за мамой. Детектив сообщил ему, что моя мама оказывала услуги по эскорту. И часто посещала с клиентами различные медицинские конференции. Детектив все заснял и задокументировал. Отец пробрался с камерой в дом, где мы жили с мамой. Он нашел ее записи с именами клиентов и все это снял. Он использовал это в суде, чтобы она не смогла обобрать его до нитки. Папа рассказал мне об этом позже, когда мне исполнилось 17 лет. Я просто не могла в это поверить, но позже вспомнила некоторые детали. У нее был пейджер, а в 90-е пейджеры были только у врачей и девушек по вызову. Иногда я просыпалась по ночам и обнаруживала, что ее нет дома. Она потом всегда говорила, что просто пошла в магазин. Помню, как Тарас вошла к ней в комнату, а она была в откровенном кожаном платье. Не более откровенном, чем многие наряды, в которых девушки ходят в клуб, но когда такое надевает твоя мама, это очень странно. В общем, папа до сих пор вспоминает об этом, когда хочет убедить меня, что он лучше, чем моя мама и мой отчим. В ее защиту я могу сказать, что она добилась многого в жизни, но дорого за это заплатила. Моя мама работала юристом в отделе страховой компании, который занимался выплатами тем, кто пострадал на рабочем месте. Как-то раз ее коллеги занимались делом женщины, которая получила серьезную травму и считалась недееспособной. Юристы страховой фирмы наняли частного детектива, чтобы он следил за этой женщиной. Назовем ее Джейн. Он собрал улики, с которыми они пошли в суд, считая, что у них есть железные доказательства того, что Джейн не является недееспособной. Они показали видео, где Джейн стрижет свой газон, извлекает из багажника своей машины тяжелые сумки с продуктами, выгуливает свою собаку, совершает пробежку и т.д. и т.п. Адвокаты Джейн не сказали ничего по этому поводу. Они даже отказались задавать вопросы частному детективу. Следующим должны были вызвать свидетеля с их стороны. Мы бы хотели пригласить в качестве свидетеля Джоан, сестру-близнеца Джейн. В зал вошла сестра-близнец Джейн, как две капли воды, похожие на нее. Она переехала жить к прикованной к постели сестре, чтобы ухаживать за ней. Джейн получила страховую компенсацию. У юристов страховой компании в момент появления сестры-близнеца просто пачки отвисли от такого поворота, потому что они были уверены, что дело в шляпе. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры создавал DimaTorzok